МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый губернатор Днепропетровщины. Кто он? Он ли в Днепрога сократит еще 100 чиновников и купит два мощных сервера? От идеи до воплощения или как госорганы заменить серверами с базами данных. Если нельзя, но очень хочется, то можно перепрограммировать систему. Одним словом, как управлять, не привлекая внимания санитаров, и только за один год строить сотни километров дорог, детсады, парки, центры, робототехники, капитально реконструировать десятки школ и не только. А еще находить время для футбола и даже в дождь. Ну, конечно же, чтение книг о железных нервах, безумии, о том, что уже завтра войдет в историю с продолжением. И степ-бай-степ далее будет. О многогранности нашей жизни говорим сегодня с советником губернатора Юрием Голиком. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, кадровые вопросы, они всегда важны. Ну, не только, наверное, важны, они очень интересны. Когда особенная речь идет о чиновниках такого ранга, об этом обязательно сегодня поговорим. Но вначале просто фотография. Это фотография девочки Милены. Рассказывайте, это безумно трогательная история. Это девочка Милена, жительница ПГТ Петриковка, районный центр Петриковского района. Город, известный своей, населенный пункт, известный своей Петриковской росписью. Девочка в прошлом году пошла в первый класс обычной Петриковской опорной школы. 1 сентября она была открыта, эта школа после реконструкции. Была признана сразу же лучшей опорной школой страны. Это двухэтажное старое здание, в 49-м году, по-моему, прошлого века построенное. Она пошла в школу, это ребенок с особыми потребностями, она передвигается на коляске. Пошла потому, что школа стала стопроцентно доступной. В школу можно на коляске заехать, в школе нормальные двери, безбарьерный вход. В школе есть медиатека, ресурсная комната, сделанная в рамках социальной программы Марины Порошенко. В школе есть все условия для нее. Сейчас она перешла во второй класс. Мы присутствовали на первом дне работы начальной школы. Это здание через дорогу. Она была вообще школа 110 лет назад построена. И мы Милену там встретили. А это стало возможным, потому что, думайте, ребенок на коляске. Школа Петриковка, город известный на весь мир. Опорная школа, центральная школа ПГТ. И в ней туалет находится на улице. Ребенок на коляске, что с ним делать? Ну, то есть все. Этот ребенок будет учиться дома, ребенок будет не социализирован, ребенок будет замкнут в себе. То есть он, по сути, всю жизнь предоставлен в себе. И менее чем за 4 месяца в прошлом году школа была реконструирована. Ребенок учится в обычном классе. Она сейчас со своими одноклассниками перешла во второй класс, въехала в новую школу, абсолютно такую же, ровную, идеальную, безбарьерную. И будет учиться там, и она закончит эту школу. И таких деток в этом году в нашей области, только в нашей области, уже 700. Как вы написали в своем сообщении в Фейсбуке, это в 2,5 раза больше, чем еще пару лет назад. 700 детей, которые не будут учиться дома. 700 детей, которые каждый день будут учиться в обычных школах среди сверстников. Просто потому, что мы делаем все возможное, чтобы в каждой школе создавались все условия для их обучения. Милена, рад был тебя видеть. Сделаем все, чтобы тебе было комфортно учиться в школе. От всех родителей таких деток вам огромное спасибо. Говорим от всех-всех телезрителей. Я понимаю, что есть постоянные телезрители у нашей программы, есть те, которые с каждым днем их все больше и больше. Вот для тех, кто, возможно, только присоединился к программе Грани. Я хочу еще раз напомнить, что значит все условия, чтобы было комфортно. Давайте покажем те подъемники, которые сегодня появились, появляются во всех новых опорных школах, которые реконструируются в нашей области. Это для таких деток, как Милена. Я вам больше скажу, в этой школе Солонянской, там даже есть подъемник, который ведет на сыну актового зала. Это первое. Второе, все школы, которые мы делаем, двери открываются по нажатию кнопки. Почему? Потому что достаточно самому сесть в инвалидную коляску, подъехать к двери и попробовать ее открыть, ну не вставая. Это невыполнимая задача. Это возможно только если вы в сопровождении кого-то. И то это нужно одной рукой держать, другой открывать. Ну понимаете, да, сложность. Поэтому мы везде ставим такие системы, вы подъезжаете к двери, нажимаете на кнопку, двери распахиваются, вы въезжаете, нажимаете, двери закрываются. И вот то, что вы показываете, это обычный ПГТ. Это мы считаем лучшая школа страны, государственная. Возможно, есть какие-то частные лучшие, но частные немножко по другим ДБ нам живут, чем мы. То есть мы вынуждены все-таки весь идиотизм в норме соблюдать. Тем не менее, это прорыв мы считаем. И более того, если вы там будете где-то в Европе, вы обратите внимание, там нет пандусов. Там есть подъемники. Потому что есть масса мест, ну допустим, там минус первый этаж. Вы туда пандус не поставите, а человек должен туда как-то съехать по ступенькам. Там подъемник. Или допустим, там в Париже лувр есть. Ну как к лувру можно приделать пандус? Ну никак. Но есть современные механизмы, которые обеспечивают доступ туда людей с особыми потребностями. И мы вот начали ставить такие подъемники. Мы первые по стране, кто это делает. Мы не совсем находим поддержку во всех госорганах власти. Потому что по привычке все считают, что нужно сделать пандусы, 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 пандусы. Поэтому мы вот в этой школе в Солонянской, у нас там есть два пандуса. У нас есть четыре подъемника. У нас есть две двери. Это только в одной школе? Да. Она состоит из нескольких корпусов. Стандартное здание. У нас таких школ 10 опорных по всей области. Мы их сейчас все реконструируем. И мы стараемся, чтобы с любого въезда, с любого входа в школу человек на коляске мог попасть. Скажите, пожалуйста, мы говорим, что сегодня в работе, в капитальном ремонте, не один десяток школ в области. В школ, где фактически все создается с нуля. Остаются только стены, и те утепляются и приобретают самый современный облик. Работать до сих пор продолжается. Нет ли жалоб от родителей? Ну, смотрите, на самом деле их порядка 40. Это мы так говорим более 30, чтобы там не будоражить никого и не заниматься точными подсчетами. Это чуть сложнее, чем строить с нуля, потому что мы разбираем старые существующие конструктивы и, по сути, заново их собираем. Нам бы очень хотелось какую-то школу построить с нуля, но, к сожалению или к счастью, у нас пока избыток мест в школах, поэтому нужно просто привести в порядок существующие. Есть разные истории с родителями. Есть классический пример солонянской школы, где все первые три месяца осмотрелись недоверием на происходящее, а когда школа начала приобретать вид на картинки, все начали туда ходить и просто вечером сидеть и смотреть, что там происходит. Там практически круглосуточно работы велись. Есть школа в Петриковке, в которой родители нам помогали, они просто видели масштабы реконструкции. То есть родители присоединились? Ну, не присоединились, но, скажем так, они с пониманием относились. Есть школа в Софиевке, в которой у нас сперва были конфликты с отдельной политической силой, которая немножко сошла с ума и считала, что нужно спекулировать на этой теме. А когда увидели масштабы реконструкции, успокоились. Есть девятая школа в Днепре, где был один директор, сейчас другой директор, где родительский комитет долгие годы все делал за свой счет. Но делал как? Представьте, мы кладем линолеум, который вы видите, это промышленный линолеум, который невозможно разрезать, он не затрется. А когда родители сбрасываются своими личными деньгами, они кладут обычный линолеум, как там в коридоре лежит у кого-то, или окна, которые мы ставим. Мы ставим максимальные окна, самые энергоэффективные, то есть максимальная возможность. Которые сохраняют тепло и не пускают холод. Конечно, потому что 15-20 экономий на энергоресурсах – это большие деньги на школе. А если школа в области тысяча, и каждую сделать энергоэффективной, посмотрите, какие деньги будем экономить. Когда мы говорим о зависимости от российского газа, давайте еще все-таки снижать потребление всех основных энергоносителей. Родители, когда окна ставят, они, как правило, ставят самые простые, потому что они ставятся за частные деньги, они вне какого-то ДБЭНа поставили и поставили. У нас бывает много историй, когда нам родители говорят, где наши окна, отдайте окна, отдайте линолеум, говорят, пожалуйста, забирайте. То есть, по сути, когда они видят масштабы вот таких работ, они с пониманием относятся? Да, но мы в поляризованном обществе живем, и мы всем показываем видео со всех школ и говорим, вот если вы 20 лет, ваши дети учились здесь, у кого по несколько детей, вы не задавались вопросом, почему они учатся в несанитарных условиях, а сейчас вы нам выносите мозг о том, что мы там что-то медленно делаем, или мы не успели к первому сентября, то поймите нас правильно, это не ремонт. Это снимается крыша, разбирается все до фундамента, и потом заново собирается. И остаются только наружные стены, которые... И мы видим, какие санузлы, вот посмотрите, ведь это же... Да, это обычная школа в обычном ПГТ, вот мы сейчас открывали крыло Магдалиновской школы, она точно такая же. Мы в пятницу поедем туда, привезем тысячу книг, и там проверим еще там ход выполнения следующих работ. И она точно такая же, она внешне немножко другая, там другая цветовая гамма, но внутри все то же самое. И таких школ уже около 40, я правильно понимаю, по области? Ну, одновременно порядка 40 мы реконструируем, плюс мы в каждой школе строим школьный стадион, где-то мы начали в этом году, где-то закончим в этом году, где-то начнем в следующем. У нас простая задача, там до 1 сентября следующего года, то есть все 40 школ должны быть готовы. Какие-то школы будут готовы в этом году, какие-то будут готовы в феврале, какие-то в мае, какие-то в июне, но до сентября мы все школы закончим. Ну, это не картинка с Ютуба, это картинка реальной школы в реальном поселке Днепропетровской области. Знаете, вот радуюсь и за учеников, которые будут учиться в таких школах, и за педколлективы, которые там работают, потому что это, знаете, новое стремление к чему-то и самому быть выше и на уровне таких школ. Ну, справедливости ради, любая школа после реконструкции есть видимые изменения, когда меняется отношение преподавателей, потому что бытие определяет сознание, это действительно так. Ну, то есть, все зависит от того, в каких условиях вы работаете, да? А второе, улучшаются результаты выпускных экзаменов, потому что по-другому дети относятся, и там давайте сравним две истории. Идет ребенок в серую, унылую, холодную школу, в которой зимой нужно сидеть в курсе, в которой хочется повеситься, а не учиться. Или идет ребенок в яркую школу, вот как в Солонянке, в которой букроссинги, и там, где в начальной классе стоит песочница с пластиковыми шариками, в которой можно там падать, дурака валять, все что угодно можно делать, и никто за это не ругает. Более того, во многих школах мы на подоконниках делаем специальные сидения, то есть, чтобы на подоконниках сидели. Вспомните, как раньше уборщицы с тряпками гоняли всех с подоконников. То есть, в этих школах этого нет, там меняется отношение. Соответственно, ребенок идет туда с более большим желанием, он получает совершенно другие знания, он получает другие выпускные оценки, он поступает в более высокий по уровню ВУЗ. Это очень важно. Он ставит себе цели и задачи быть на высоте всегда. Ну, я думаю, что в их возрасте еще цели и задачи им родители ставят, но в целом да. Ну, в целом да. Ну, знаете, что, по сути, создавая вот такие максимально комфортные условия для обучения всех без исключения детей, мы не просто закладываем их будущее, но и вкладываем в свое будущее. И я уверена, что, наверное, тем успехом, который уже есть, и не только благодаря таким школам, но и современным внешкольным центрам, это 100%. Давайте посмотрим следующее видео. Я занимаюсь робототехникой, строю и программирую. Это робот R2-D2, ну, типа. Я его строил, ну, примерно 2-3 дня, потому что не было почти времени и мало деталей было. Ну, не об этом. Он может ехать и может видеть кого-нибудь. У него есть моторы, вот колеса, и еще одно есть колесо. Правда, не было деталей специальной наборы, поэтому сделал такое выдвижение. Поэтому он может быть в таком нижнем и в высшем. Вот тут у нас глаза есть, кнопочное касание и динамик. Вот, его можно управлять с телефона. Сейчас покажу. Типа такой маленький разведчик. Он может петь песню «Имперский маш». Идеи моря, возможностей тоже много. И вообще шикарно, что есть такая возможность воплотить любой полет фантазии. Что-то придумал, набросал на бумаги, перенес. Он проработал, посмотрел, собрал виртуальную модель. Если все сошлось, на принтере вырезал, на гравере, на чековой станке, либо на 3D-принтере напечатал, который у нас скоро появится. Можно сделать робота-пылесоса, который может целый день работать, пылесосить. Вместо того, чтобы мы пылесосили. Ну, можно сделать еще много роботов. Там, например, который бы ездил, игрался с кошкой, с собакой. Который бы увлекал попугая, учил ребенка, учить цифры, буквы. Что ж, замечательно. Робот, который вместо меня выполняет работу, это замечательно. Я понимаю, 7 школ робототехники. Только в нашей области. Если я не ошибаюсь, в Паршитравинске набрали 8 групп. Везде 8 групп. 8 групп, по 17 человек в каждом, по 12 человек. То есть это уже колоссальное количество детей? Да, но мест не хватает. И первые 7 – это только начало. Потому что каждая из этих школ является базовой для обучения преподавателей следующих. То есть если одна школа в Броварах обучила 7 школ, то вот эти 7 должны обучить следующие 49 школ. Ух ты! И задача в следующем году – находить возможности строить их дальше. То есть далее будет? Ну, конечно, потому что… Востребованность, как мы понимаем, есть. Понимаете, в школе шучат все равно базовым предметом. История, биология, химия – это все прекрасно. Я много помню из курса биологии, из курса химии, изомеризация, соматическая мутация и все остальное. Но это мне в жизни не пригодилось. А вот это будущее. Это то, к чему должны учиться дети и те навыки, которые они должны в себе развивать. И есть первый пример – Магдалиновская школа. Там есть прекрасный преподаватель Катерина Лымарь. Она преподает информатику в этой школе. Она занимается прометаевцем. Там, в том числе, мы с ней для прометаевца записывали курс по информатике, чтобы дети могли сами учиться. Мы хотим открыть робототехнику, потому что понимаем, что там есть кому преподавать. То есть если мы… Мы видим, как эти школы выглядят сегодня в нашей области. Да, в Магдалиновке такая школа будет в составе школы. Вот в этих городах, где есть отдельные помещения, там так называемые кружки юношества и творчества, они будут в составе этих кружков. Мы их дальше, дальше, дальше будем открывать. Это как медиатеки ресурсные. Мы их больше 120 построили, а там полтора года назад их было ноль. По сложности, наверное, это чуть сложнее, потому что там куча оборудования, плюс обучение преподавателей. Но нужно с чего-то начинать. И вот мы всем запустили, дальше еще будем запускать. Важно, знаете, что преподаватели говорят, что сегодня важно не просто проектировать, создавать программы, но и своими руками создавать что-то конкретное, воплощать эти проекты в конкретные идеи. Ну, я очень надеюсь, что, возможно, воспитанники этих школ робототехники создадут роботы, которые не просто будут там убирать, а просто там в квартирах, ну и, возможно, во дворах будут убирать, а, возможно, даже будут укладывать асфальт. Вы понимаете, к чему я? Я к тому колоссальному объему работ, который был сделан только в этом году, я очень хочу, чтобы все телезрители увидели, какая дорога, уже часть дороги соединяет Днепр со столицей. Честно говоря, мне самой сложно в это поверить, но вот так сегодня выглядит часть дороги на столицу. Рассказывайте, что сделано на трассе Днепр-Шетиловка-Кобеляки? Ну, задача, которую Куравтодор перед нами ставил, с нашей помощью построить два участка по 1,9 километра, выйти за Петриковку, им там осталось еще полкилометра построить, сейчас Украфтодор решает вопрос с финансированием, потому что у них, как всегда, история, деньги были, деньги будут, денег нет. Возможно, мы будем это финансировать по привычке, то есть у нас уже, видимо, судьба такая, заниматься Украфтодором и Украфтрансбеспекой у нас в области. Плюс на этой неделе должны состояться торги по достройке участка 7,6 километров, это та заброшенная дорога, которая ведет в объезд Петриковки. До конца года она будет закончена, и по сути... Этого года? Да, этого года, и по сути там получим 7,6 и 2 по 1,9 участка, полностью отвечающих европейской дороге. Как только Украфтодор достроит буквально 500 метров, там уже построена новая дорога, соединяющая выезд за Петриковку, можно будет выезжать за Петриковкой. Кроме того, нашими усилиями мы разогнали скорость работы профильного института Украфтодора, редкие бездельники. Они, надеюсь, начнут выдавать проектную документацию по следующим участкам. Там следующий участок, это 17 километров до канала Днепр-Захидный Донбасс. И то, что губернатор области хочет от господина Новака, от Украфтодора, очень простая история, выделите деньги и достроите эти 17 километров. Мы вам гарантируем полное содействие, потому что без нас вы все равно с этим не справитесь. Мы хотим, чтобы до канала Днепр-Захидный Донбасс вела новая дорога. Мы хотим, чтобы следующим этапом 29 километров от канала Днепр-Захидный Донбасс до границы с Полтавской областью, которая ведет нам строительную встречу. То есть в течение 3-4 лет вполне реально до Рештиловки довести нормальную трассу, чтобы можно было ее проезжать не за 2 часа, а за час, например. Ну, я еще раз напомню, что эта дорога, часть дороги уже, которая на столицу очень много не говорили, результат вот такой вот уже сегодня видим. Ну и не может, конечно же, не тишить та дорога, которая уже около двух месяцев нас радует на Запорожье. Кто, возможно, не был в командировках в Запорожье, кто не отдыхал этим летом на Азовском море, давайте еще раз покажем, вот так выглядит дорога сегодня на Запорожье. Там еще какие-то работы ведутся. Ну, это она еще без разметки вариант, сейчас она уже с разметкой, она с отбойниками, она с освещением там, где положено быть, то есть это вот финишное ее состояние, но только без там всех сопутствующих элементов. То есть еще будут там работы проводиться, облагораживаться? Нет, там уже нанесена разметка, вот это более свежее видео, и уже стоит колесоотбойный брус, то есть там уже закончено все. Закончено. Ну и, наверное, стоит показать вот эту фотографию, фотографию Керна, я правильно называю этот, я называю это срезом, для меня. Это срез с объездной дороги, я специально взяла линейку, правда не металлическую, потому что у меня есть и металлическая, и мы можем вам с вами батл сейчас устроить. Лучше на подушках. Лучше на подушках, замечательно, это мягче. Вот 26 сантиметров, это толщина получается вот этого среза, Керна, да, правильно? Объездной дороги. Везде такие вот требования к укладчикам? Бывают больше. И больше бывает? Да. Вот это расстояние 26 сантиметров. В Николаевке, это за Павлоградом, трасса Павлоград-Донецк, там 36 или 38 сантиметров, потому что там дорога была в ужасном состоянии, и там нагрузка на нее больше, и пришлось ее такое делать. Трасса Запорожская, то, что было на нее уложено, это 17 сантиметров, 12 плюс 5 сантиметров щема, но там же основание было. А здесь эту дорогу делали, ну, по сути, заново. То есть, поэтому здесь 26. Гарантийный срок таких дорог? 5 лет. 5 лет. Это гарантия, что если, не дай бог, что-то случится, просадка, они будут за счет подрядчика исправленной. С ней ничего не может случиться, кроме двух случаев клинического идиотизма. Первое, это если туда кто-то приедет с отбойным молотком, ее разобьет. И второе, это если автотранспортные компании, возящие грузы, не прекратят ездить с перегрузами по этим отремонтированным дорогам. Остальное с ней ничего никогда не случится. Ну, мы уже строим первых два пункта, по которым будут должны работать, не пропускать город. Да, но, понимаете, мы делаем не свою работу. Мы финансируем вместе с мэрией Днепроза, что спасибо и мэру, и депутатам горсовета, и облсовета. 28 миллионов мы выделили на 4 габаритно-весовых комплекса. На самом деле, там нужно чуть больше. Вот там первые два мы построим, постараемся успеть построить и третье в этом году. Но, понимаете, когда мы выделяем 28 миллионов из бюджета области и города на нужды Укртрансбеспеки, это значит, что на эти деньги и мы, и мэрия Днепра не сделали что-то у себя в городе, что могли. Еще один детский садик, еще одна школа, еще одна дорога. Кроме того, работать же на этих ГВК будет Укртрансбеспека, а это известная такая коррупционная машина, занятая выкачиванием денег. И, соответственно, получается, что нам еще нужно придумать систему, как контролировать, чтобы они не занимались тем, чем они привыкли заниматься всю жизнь, и для того, чтобы это действительно служило и работало. То есть мы все время говорим о том, что если у нас в стране децентрализация, инициированная президентом Петром Порошенко, давайте децентрализируем вообще все, включая Укртрансбеспеку. Передать ее полномочия на места, мы здесь живем, мы сами разберемся. Потому что, когда Укртрансбеспека подчиняется какому-то дяде в Киеве, который бывает в области, может быть, один раз в четыре года, то этот дядя в Киеве очень плохо понимает, что здесь происходит. Поэтому, если есть такие функции, передать их на места, мы сами разберемся. То же самое с Укравтодором. То есть Новак прекрасный менеджер, замечательный человек, но он в Днепропетровской области был два раза по одному часу. Он строит коридор Гоухайвен-Одесса-Львов, а у нас есть два города, Днепр-Кривый Рог, дорогу между которыми он не может зафинансировать, а там живет порядка двух миллионов человек. Кстати, об этих дорогах, я еще раз напомню, что это вот 26 сантиметров, это керн, это толщина, средняя толщина всех дорог, которые сейчас делаются, гарантия на которой 5 лет. Кстати, вы писали, прошу всех прокомментировать, правильно ли мы строим дороги. Знаете, что удивилось? Нашелся тот, кто прокомментировал этот керн, он сказал, что не семистрично уложены камешки. Да, Саша Шульман, да, он может. Шутку? Он юморный, конечно. А, слава богу, я тоже, я думаю, блин. У нас все разбираются в политике, в футболе и в дорогах. Поэтому каждый пост про дороги, это, знаете, как некий магнит пациентов одной из больниц, которые таким образом слетаются туда, как на свет, и мы их выявляем и каталогизируем, все, что они пишут про дороги. А, ну, на самом деле, мы же еще занимаемся просветительской функцией, и если там какая-то там тысяча, две тысячи или десять тысяч человек лучше стали разбираться в том, что происходит, то, значит, уже хорошо мы кого-то научили правильно относиться и правильно понимать суть происходящего. Когда такие дороги будут на Кривой Роке, Никополь, что, может, чем можем потешить сегодня наших телезрителей? Когда кто-нибудь зарегистрирует петицию на сайте администрации президента с предложением провести эксперимент, расформировать УКР Автодор на территории Днепропетровской области и все его полномочия вместе с источниками финансирования отдать облгосадминистрации, то я вам смогу с точностью до минуты это ответить. Сейчас это гадание на кофейной гуще, потому что мы не понимаем, будет в следующем году УКР Автодор финансировать, не будет. В этом году УКР Автодор ни копейки денег на Запорожскую трассу не дал. Но она же как-то появилась. Но она же вот так выглядит сегодня, это за год. Какой год? Это считанный месяц. Это значит, что мы эти деньги не направили на какие-то областные нужды. А мы хотим заниматься тем, что является как сферой наших повноважений и вид поведальности. А мы вынуждены заниматься УКР Автодором. У нас это немножко напрягает. Более того, поскольку мы живем в искривленном пространстве, есть славный орган под названием КРУ, или Госаудитслужба, как она сейчас называется, которая считает, что если областной бюджет финансирует то, что ему не предпорядковано, то это является нарушением бюджетных повноважений. Из этого вытекают уголовные дела. Получается, мы, находя возможность вместе с депутатами облсовета строить дорогу на Запорожье, на которую нет времени или желания, или денег у УКР Автодора, являемся фигурантами уголовных дел. Тогда мы возвращаемся к той ситуации, что у нас настолько бюрократическая машина дебильная, что проще вообще ничего не делать. Но, к сожалению, мы не можем себе этого позволить. Поэтому мы и будем делать таким образом. По Никопольской трассе завтра будет по ее первому участку на 40 километров, который со стороны Никополь, будет редукцион. Там закончились разборки, которые происходили у подрядчиков, заявившихся на эту трассу в антимонопольном комитете. Это чудное узкое горлышко, которое теперь решает все за всех. Мы надеемся, что завтра будет определен победитель. Там три или четыре компании допущены к торгам, если я правильно по системе Прозора помню. Точно помню Анур, точно помню Автомагистраль, точно помню УПС, наша Днепровская компания, и кто-то еще, по-моему, четвертый. То есть там работы гораздо быстрее будут завершены, я так понимаю. Ну, позиция у Крафтодора такая, вы проведите торги, определите победителя, мы зафинансируем. Когда они зафинансируют, тогда начнутся работы, но эту трассу можно было сделать за три месяца, по большому счету. Ну, несмотря ни на что, но я скажу, наверное, вопреки всему, местным дорогам тоже уделялось внимание. И только в этом году, если не ошибаюсь, 500 километров дорог было сделано внутри населенных пунктов, в том числе там, где их никогда не было. Я просто хочу, знаете, чтобы мы сейчас с вами посмотрели эти дороги, потому что это уникальные дороги в селах, где практически иногда оставалось только какие-то камешки. И, знаете, вот я понимаю, что дороги разной ширины, разной модификации, но в целом, если километра сложить, эта трасса еще одна получается? Мы не считаем в километраже, понимаете, почему? У нас был идеологический спор на всех совещаниях с губернатором, с Валентином Резниченко, в чем считать, там, в обезьянах или в попугаях. Мы считали в количестве сделанных дорог, а он сперва считал в километрах. Потом мы поняли, что нужно считать в количестве сделанных дорог. Почему? Потому что, если я автомобилист, знаю, что есть трасса на Запорожье, мне абсолютно все равно, сколько она километров, но если завтра мы скажем, что мы сделали 24 километра 700 метров, а потом после нее начинается яма, и она не доделана до конца, то я буду ругать эту власть, потому что считать их ненормальными людьми. Поэтому дорога должна быть сделана от и до. Поэтому мы считаем в дорогах. Вот есть там в Магдалиновском районе, там, от Чаритова. Я говорила, что 500 километров вначале, это 500 дорог в этом году было сделано. Нет, более 500 дорог было сделано за три года, а в километрах, да, где-то так и есть, при их средней протяженности в 3-4 километра каждый. То есть, вот, по сути, так и получается. Ну, вот мы видим дороги в обычных селах нашей области. Замечательно. А уже есть понимание, сколько таких дорог еще появится в следующем году? Я в бюджете следующего года. Да, и мы хотим в следующем году, там, 90% всех денег, включая дорожный фонд, который до нашей области долетает, а мы отбили, он будет, там, благодаря президенту, порядка 825 миллионов, 850 миллионов. Мы хотим направить на такие дороги. Это те дороги, по которым ездят школьные автобусы, скорые, по которым ездит милиция, по которым, дай бог, едет МЧС, по которым люди перемещаются, там, между населенными пунктами ездят на работу. И мы хотим сделать максимальное количество именно таких дорог, потому что мы считаем, что мы за 3,5 года показали всем органам местного населения, каждому населенному пункту, как дороги нужно делать. Дальше у них есть возможности, благодаря децентрализации, они могут дальше продолжить, начатая нами. Мы займемся своими дорогами. Плюс есть огромное количество дорог категории Т. Это самые страшные дороги у Крафтодора. Мы надеемся, что их с 1 января передадут нам, мы их выбьем, и мы займемся в том числе их ремонтом. Очень быстрое время летит. Бюджет 2019. Документ на каком этапе в работе, когда будут переданы депутатскому корпусу? У нас еще предстоит сессия 19 октября по итогам 9 месяцев. После нее мы начнем подготовку к сессии, которая будет 7 декабря. У нас сессии проходят по пятницам. Это первая пятница декабря по закону разрешенное время, когда мы можем рассматривать областной бюджет. По закону за 20 рабочих дней, не календарных, мы обязаны проект бюджета, предложенный нами облгосадминистрации, вывесить на сайте. До этого момента будут идти консультации, в том числе в депутатских группах, в депутатских комиссиях, после чего он будет опубликован. Мы рассчитываем, что 7 числа он будет принят, несмотря на приближающийся политический сезон. Сохраним традицию первыми по Украине принимать. Главный финансовый документ. Я думаю, что кто-то примет и 1 декабря, но поскольку у нас есть традиция сессии по пятницам, то первая пятница декабря это 7. Ну и отопительный сезон, еще одна топ-тема. Кто несет ответственность в регионах за то, чтобы в квартирах и домах было тепло? Органы местного самоправления, на балансе которых находятся коммунальные предприятия, подающие тепло. Поселки. Городные поселки. Ну и знаете, что меня всегда удивляет такой вопрос, особенно в последнее время. Просто мне объясните, я, возможно, чего-то недопоняла. Когда мы с вами говорили о современных коттельных, которые будут отапливаться по энергосбережению пилетами, мы говорили, что эти пилеты никакого отношения к лесу и дереву не имеют. А почему тогда сейчас то ли манипулируют, то ли спекулируют? Вот, переходим на эти котельные, и мы, если лес не вывезли, то теперь весь сожжем в этих топках. Что такое пилеты на самом деле? Пилеты в нашем случае, то, что мы с инвесторами настроили котельных, это так называемый жмых подсолнечника. То есть это те отходы, которые раньше вообще утилизировались, выбрасывались. В лучшем случае, у кого хватало смекалки, они... Это видео с межевой. Они вообще делают из соломы, эти пилеты, и деревьев, которые обрезают вокруг посадок. Нет, мы категорически противники делать из дерева. Мы считаем, что это ресурс граничный. Это солома, смотрите, это обычно солома и терса. Это ресурс граничный, поэтому мы, когда рассматривали все возможные технологии, мы понимали объемы подсолнечника в области, мы понимали, какое количество здесь пилет из них можно производить. И мы считаем, что мегаватт на 300, на 350, еще котельных можно строить. Ну, то есть для сравнения, весь марганец это 25 мегаватт, весь покров это там 20 мегаватт. А сколько у нас городов уже перешли на вот такой щадящий режим отопления? Мы полностью перешли при нашей каденции в облгосадминистрации. Ника, Пальмар, Ганец и Покров. Замечательно. Ну и главная интрига, следующий губернатор Днепропетровщины. Вы знаете, кто, цитирую, точно будущий губернатор нашей области. Раскрывайте тайны. У нас есть традиция. Мы считаем, что ситуация, когда облгосадминистрация была неким таким закрытым зоопарком. Вот он, будущий губернатор Непровережной области. В которой сидели, знаете, дяди коммунистического вида в рубашках с коротким рукавом и обязательным карманом. Мы открыли дверью благосадминистрации для всех. И мы каждую неделю приглашаем на экскурсию школьников. И вот школьники получаются такие замечательные фотографии, когда кто-то садится в губернаторское кресло в зале для совещаний. Мы сразу называем его будущим губернатором. Поэтому у нас уже там целый список кандидатов. Ух ты, кандидатов целый список. Конечно, да. Вот мы знаем, вот девочка сидит там на месте, где у нас сидит заместитель губернатора Юбченко Владимир Олегович. То есть, возможно, это следующий заместитель, следующего губернатора, вот который... Какого возраста, кстати, ребята? Есть пятый класс, есть одиннадцатый класс, есть седьмые классы, шестые, вот разные. То есть, деткам где-то лет одиннадцать-двенадцать, я так понимаю. Ну, еще вам придется поработать лет эдак двенадцать-пятнадцать, чтобы эти губернаторы могли занять... Ну, это вы как-то над нами издеваетесь, у нас, наверное, ненавидите. Вы не согласны поработать в Нидерусской области? Я понимаю, нет, мы поработать, конечно, согласны, просто нахождение в этой всей матрице госуправления, оно чревато либо съеданием себя изнутри, если вы остаетесь человеком, либо превращением в бездушного чиновника. И чем дольше вы остаетесь нормальным... Вы сможете быть таким? Нет, мы не можем по определению быть, у нас группа крови не та. А чем дольше вы находитесь в этой матрице, тем больше вы начинаете съедать себя изнутри. Это очень плохо. А вы посмотрите, сколько еще проектов вы сможете реализовать? Ого-го, сколько! Да, эта мысль греет нашу душу. Греет. Я хочу показать те рейтинги, которые сделали наши коллеги о губернаторах. Это рейтинг выполнения обещаний губернаторами. Так вот, этот рейтинг наш губернатор, Валентин Резниченко, возглавляет сколько, если я не ошибаюсь? Здесь приведено количество выполненных, 64 обещания. Там есть разные рейтинги, количество данных обещаний. То есть по количеству данных обещаний Валентин Резниченко номер один, по количеству выполненных номер один, по проценту номер один. Но вы должны понимать, что когда у него 117 данных и 64 выполненных, большая часть в процессе сейчас находится, под конец года будет выполнена, то нам процент сохранять сложнее, чем кому-то, у кого 10 обещаний, он выполнил 8, это сразу 80. То есть это чистой воды математика, поэтому мы смотрим на несколько показателей. Нам, допустим, засчитали в невыполненное обещание, что мы аллею Героев открыли не осенью, а весной. Хотя мы честно сказали, что мы ее можем открыть осенью, но нам не понравится. Конечный результат мы переносим на весну, но нам засчитали как невыполненное. Хотя это кощунство, с моей точки зрения, первую аллею, построенную за личные деньги, засчитать как невыполненное обещание, ну это маразм. Или он, когда был губернатором Запорожской области 28 дней, он давал обещание назначить главу одной из РДА. Но он физически не успел этого сделать, потому что его указом президента перевели в Днепропетровскую. То есть это тоже считается невыполненным обещанием, это нам снижает процент. То есть мы с уважением относимся к этому рейтингу, но мы понимаем, что в нем есть недочеты. Поэтому мы для себя ориентируемся на что? На количество данных обещаний, он номер один, потому что мы действительно много даем конкретных обещаний, которые бы говорили, что и когда будет сделано в оговоренной сроке. И даже те объекты, которые мы успели сегодня показать, они говорят о том, что эти обещания выполняются. Знаете, что вот где-то год назад вы говорили, что облгосадминистрации надо упразднить, если можно полтора года, да? Да, вот быстрее бы это сделали. Быстрее бы это сделали. То есть вы готовы еще 100 чиновников заменить два мощных сервера? Мы вообще считаем, что 80% госорганов в этой стране нужно ликвидировать как класс. И все те люди, которые в них работают, они прекрасные, замечательные специалисты, без проблем найдут работу в коммерческих компаниях. И чем меньше государство будет регулировать и залазить в различные регуляторные акты и рассказывать бизнесу, как ему развиваться, как ему жить, тем быстрее эта страна будет развиваться. Чем проще будет налоговая система, тем легче будет умов введение бизнеса. Чем меньше будет чиновников, тем меньше будет коррупции. Чем меньше будет каких-то бытовых случаев, не ту справку выдали, так надо отменить эту справку и перестать требовать справку о несудимости. Кому надо, пусть сам реестр зайдет и посмотрит, судим человек или не судим. Это базовые вещи, которые давно пора сделать. Просто с каждым днем, как мы их не делаем, мы не вперед продвигаемся, мы топчемся на месте. Я надеюсь, что мы все-таки будем двигаться вперед. И вот такую серьезную тему я позволю себе разобавить. Немножко внесу романтики вашими словами. У каждого осень ассоциируется с чем-то своим. У кого-то с хондрой, у кого-то с теплым кофе в свитере, на балконе, по утрам. У кого-то с прогулками по дождливому городу. У нас эта осень ассоциируется с физическим воплощением, задуманного год назад. В общем, этой осенью, зимой мы покажем много чего, что мы уже физически воплотили. Вот за год такая у нас пусковая осень. То есть много результатов этих проектов мы увидим этой осени, правильно? Ждем и интригуем. Ну, смотрите, Петриковская начальная школа открыта, Магдалиновская школа, первое крыло открыто. До 1 декабря мы закончим второе крыло, к концу декабря мы ее закончим всю. Постараемся успеть максимум по стадиону. Это громаднейшая школа, как Солонянская. Садик в Обуховке, строительные работы закончены, проверяется оборудование, расставляется мебель. Садик в Подгородном. Это тот уникальный швейцарский проект? Шведский. Шведский, простите. Ну, так мы его называем, да, на самом деле он днепровский. Садик в Подгородном соты закончен, там просто идут пусконаладочные работы. Хирургия Руднева, громаднейшее шестиэтажное здание. Мы заканчиваем там отделочные работы. Сохраним интригой. А мы не скрываем, это не интрига. Ну, для нашего эфира. Хорошо, потому что есть еще много тем, о которых я сегодня не могу не поговорить. О том, что Днепр-Ага, сборная Днепр-Ага, готовится к футболу, к международному матчу в Лондоне. Причем готовится под проливным дождем. Я все правильно поняла. Ну да, мы, лондонская погода, аж есть такое заблуждение, что она дождливая. Поэтому мы играли последний раз под проливным дождем, которое восстановило все больше и больше. И поле, которое мы построили, Олимпийские резервы, благодаря Андрею Павелко, Нардепу и председателю Федерации футбола Украины. А с кем мы готовились? Кто был соперником? С каким счетом? У нас есть человек 10 предпенсионеров, сотрудников УГА, которые уже там на покое не в футбол играть. И мы делим между собой две команды и разбавляем молодежи. Есть общественная организация Днепр-Адин, они там тренируются. Мы берем их тренера и получается у нас каждая команда, это сборная солянка чиновников и молодежи. По сути мы играем такими вот... Подсюда лондонской погодой, к матчу в Лондоне с подобной ОГА, в лондонской ОГА готовились. Каким счетом сыграли? Конкретно этот 5-5. 5-5, ничья, дружба победила. Ну, по накалу страсти это вряд ли можно назвать дружбой, но было ярко. Ярко было и впечатляюще, я так понимаю. А с сборной луганской патронной полиции? Да, мы выиграли с большим счетом, но на самом деле нам было легче, потому что мы играли на своем родном стадионе. Ну, то есть там ноги привычнее бегут, они все-таки команда по мини-футболу. То есть им на большом поле сложнее. И второе, они целый день провели в экскурсиях, поэтому они рано встали, они ехали на автобусе. То есть, ну, на самом деле там им дико не повезло, потому что массу моментов они не реализовали, хотя должны были забивать. Здесь совокупность факторов, поэтому там получился такой счет, но... Какой? По-моему, 6-1 мы выиграли. Вы выиграли со счетом 6-1? Да. Поздравляю. Скажите, что за уникальную футбольную форму вы подарили команде патронной полиции Луганской области? Мы заказали профессиональную футбольную форму, у них была белая, мы им подарили еще комплект темной формы, они сами ее выбирали. Действительно красивый дизайн, они будут играть в такой красивой форме, они играют на чемпионат Лисичанск или Северодонецка, у них есть команда, в которой они играют. Это очень важно, потому что форма, во-первых, быстро выходит из строя, это понятно, да, во-вторых, у них должно быть их несколько комплектов. Поскольку это моя родная область, и мы по личной инициативе помогаем, и в частности мы дружим с этими ребятами, это для нас олицетворение одной из реформ в стране, это молодая полиция, то мы всячески им готовы помогать формой, комплектами мечей и так далее. Я понимаю, что этот эфир получится немного эмоциональным, но в конце концов это просто красиво. Давайте посмотрим еще одно видео. Танцовая сутня. Танцовая сутня за поддержку Центра допомоги участников АТО Днепропетровской области с 2016 года проводит танцовую терапию для ветеранов АТО и волонтеров, которые им поддерживают поддержку. За этот час было проведено 4 бали, 2 зимовых, 2 весняных, и мы рады, что до этой инициативы долучаются другие города. Мы приветствуем вас и желаем успеху. Мы надеемся, что это очень хороший вид реабилитации, потому что он дарит нашим защитникам тепло, повагу, любовь, признание и натхнение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну это не просто терапия, реабилитация танцами, это подготовка уже к пятому, если не ошибаюсь, к баллу. Два зимних, два весенних, это пятый, он будет 22 декабря в театре. Заявки еще принимаете? Да, конечно, уже много городов, которые ребята, атошники, волонтеры, члены к семье присоединяются, это очень важно. И мы каждый год, потом они танцуют тот же самый бал на площади между Огайо и облсоветом, когда снег, подсветка включена, это безумно красиво. Ну а уже в эту пятницу Днепр и всю область ждет одно из самых грандиознейших и интереснейших событий. Первый Bookspace. Я так понимаю, что этот фестиваль удивит всех и киевлян, и львовян, которые уже привыкли к таким книжным форумам, потому что у нас несколько локаций, три дня, 50 издательств и, если я не ошибаюсь, 80 авторов из Украины, Франции и Польши. Что это за Bookspace по-днепропетровскому? Мы считаем, что из книжного форума нужно делать тусовку, в хорошем смысле этого слова, поэтому если вы сейчас там приедете под здание облгосадминистрации, вы видите, что там площадь полностью поменялась, монтируются павильоны. Это большое событие, на котором будет несколько десятков издательств. В пятницу будет вечером в тысячном зале ОГА выступать Гарри Караговский, наш друг, а в субботу будет выступать поэт Орлуша, он уже выступал летом прошлого года, 3,5 часа шел его концерт, но таких произведений стен ОГА никогда не слышали еще. Вот это будет второй раз. Это локации, в которых можно находиться весь день, там будет фудкорты, там будет зона, где можно поесть, где можно выпить, где можно поваляться на мягких креслах, где можно пообщаться. Будут постоянные встречи с писателями, будет отдельная зона по книжкам о том, мы их собрали все в одном месте. Будет отдельная зона детская возле инклюзивного парка Первой Украины, которую мы построили. Это нужно странички гостей, которых мы листаем, которые будут на этом фестивале. Будет отдельная зона бизнес-книг, нонфикшена, художественной литературы. Это будет действительно яркое место, и мы хотим показать всем остальным пример, как нужно это проводить. То есть это не должно быть закрытой выставкой книг, на которой их можно только купить, это должно быть тусовкой, где все читатели приходят, общаются между собой, с писателями, где нет барьера, где вы можете к любому подойти и о чем-то поговорить. То есть это не выставка, это именно общение. А поскольку мы, наверное, единственная ОГА в стране, которая может собирать по 50 тысяч человек на День независимости, который мы вместе с вами снимали и делали, плюс поддержка мэрии Днепра в рамках программы «Культурная столица», которую мы делаем. Но смотрите, джазовый фестиваль уже третий год подряд в Днепре, фестиваль блогеров только в Днепре. И будут какие-то такие вещи, мы постоянно будем вместе с мэрией делать для того, чтобы показать, что Днепр — это не только южмаш, который непонятно то ли есть, то ли нет. В том числе интеллектуальная столица, и культурная, и интеллектуальная. Да, мы хотим, чтобы на такие мероприятия к нам прилетали и приезжали люди со всей Украины. Ну, вы же сказали, что не только со всей Украины, Франция и Польша будут. С кем из тех, кого пригласили, вы лично ждете встречи? Сколько обычно вы покупаете книг на подобных форумах в Киеве, во Львове? Я думаю, я их там куплю все. Я поняла, что бюджет должен быть хорошим. Всех по одной, потому что я все равно их очень много раздариваю, мне интересно, и я их там себе накуплю на год вперед, наверное. Но субъективно для меня это понятно, что Орлуша, с которым мы очень хорошо познакомились в прошлый раз, и насмеялись очень много и до его выступления, и после. И второе, это наш товарищ Гарри Карагоцкий, там общение, каждый раз с которым, это там отдельная история, поэтому просто увидеть его в Днепре, в стенах Огамы, еще там в это не могли поверить, он согласился, и это будет очень неярко. Знаете, что мы упустили? А вашему сыну чуть больше двух лет. Да, чуть больше. А приучаете к чтению? Да, он сам уже читает. Замечательно. Ну, в не смысле читает, а он знает, что такое книжка, он может взять книжку, полистать ее, посмотреть, плюс он различает цвета, цифры, различает всякие механизмы, там отличает бетонную мешалку от экскаватора, и это все в книжках показывает. Детская литература будет на книжном форуме в Днепре? Да, обязательно, обязательно. Возле инклюзивного парка, возле этого знаменитого уже, наверное, на всю страну, будет отдельная локация под детской литературой. Ну что ж, приглашайте всех на самое грандиозное интеллектуальное и культурное событие, которое пройдет в Днепре уже в эту пятницу, старт. Мы приглашаем всех на Bookspace, который начнется в 2 часа в пятницу и будет продолжаться до вечера воскресенья. Это место на площади между облгосадминистрацией и облсоветом. Это отдельная детская выставка возле инклюзивного парка в сквере возле ОГА. Это все залы ОГА, которые будут заняты писателями, проводящими свои презентации. Это Гарри Карагодский в пятницу и Рулуша в субботу в тысячном зале ОГА. Приходите, гуляйте, мероприятие бесплатное, лаунг-зона, зона фудкортов, игровые площадки для детей. Это место, где вы сможете провести все выходные. Мы вас ждем. Что ж, сегодня грани были, ну как никогда, многогранные. Говорили много о важных, интересных гранях нашей самой жизни, о том, что нельзя. Но если очень хочется, то можно перепрограммировать, конечно же, систему. И только за один год строить сотни километров дорог, детсады, парки, центры, робототехники, капитально реконструировать десятки школ и не только. А еще находить время для футбола даже в дождь и чтения книг. Этот, на мой взгляд, очень важный диалог о значимом для каждого из нас. Совсем скоро на нашем сайте 34.ua. Всем добра и тепла. В домах и сердцах. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok